Апгрейд! 51 объект строится и реанимируется в области по программе «Дорожная карта занятости». Благоустройство курортных сон. В селе Акши Алакольского района строится долгожданный водопровод. Низкий поклон. В Памфиловском районе день рождения празднует единственный ветеран Великой Отечественной. КОНЕЦ Свыше 1 миллиона предпринимателей остались без заработка из-за COVID-19. Ущерб нанесенной экономики оценивается миллиардами. Этой теме посвятили 7-й съезд Национальной палаты предпринимателей страны под председательством главы государства Касымжо Марта Тукаева. Мероприятие впервые прошло в онлайн-формате. По словам президента, несмотря на огромный урон, нанесенный бизнесменам, своевременно принятые антикризисные меры помогли стабилизировать ситуацию. В их числе снижение налогов и отсрочка по кредитам. Кроме того, с января текущего года объявлен мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса. Количество незапланированных посещений снизилось в 8 раз. Немаловажную роль в поддержке граждан сыграла и дорожная карта занятости. На ее реализацию выделено свыше 1 триллиона тенге. Благодаря ей создано порядка 21 тысячи рабочих мест. Программа уже доказала свою действенность, подчеркнул глава государства. В связи с этим ДКЗ будет действовать и в 2021 году. На эти цели выделят еще 400 миллиардов тенге. В завершении съезда Национальной палаты предпринимателей Касымжом Артукаев поручил наладить экспортооборот. Это нужно для улучшения экономики страны и в этот трудный момент подытожил он. Мы должны увеличить объем несырьевого экспорта до 29 миллиардов долларов приятеля, имеющие экспортный потенциал. Такие проекты получат комплекс мер, натурные гранты и тому подобное и так далее. Для этих целей по предложению премьер-министра было создано Министерство торговли и интеграции. Дорожная карта занятости стала решением одной из главных проблем – ремонта дорог. Десятки километров внутри поселковых и городских транспортных артерий в области уже застелены новым асфальтом. Оценить эффективность госпрограммы и проехать по качественным дорогам уже смогли жители моногорода Текили и Коксусского района. 40 лет ждали ремонта дорог жителей Текили. Исполнить давнюю мечту местных автомобилистов помогла дорожная карта занятости. Сразу 13 улиц города проходит в этом году капитальный ремонт. Миллиард тенге выделен на дорожные работы. Деньги будут засвоены в срок, заверили подрядчики. И часть объектов будут сданы уже до конца этого года. 30 октября, надеемся, уже сдадим объект в эксплуатацию. Сейчас мы занимаемся сбором документации. Мы пошли навстречу людям, живущим здесь. Сделали каждому дому асфальтированные подъезды. Касаемо программы дорожной карты, мы трудоустроили 32 человека. Дорожная карта занятости стала не просто главной госпрограммой по преображению населённых пунктов. Она стала шансом для многих получить постоянный заработок. Почти все работники на стройплощадках города – люди, трудоустроенные через центр занятости. Не потеряют они работу и завершение всех проектов. На Новый год у местных властей куда большие планы по ремонту городских дорог. Капитальный и текущий ремонт пройдут более 40 улиц. На следующий год у нас запланировано, мы имеем на руках проектно-смертную документацию на средний ремонт 34 улиц. И один проект по капитальному ремонту. Там в данном проекте учтены 6 улиц, которые будут охватываться капитальным ремонтом. И сумма, на которую мы будем заявляться, составляет 1 миллиард 580 миллионов. Оценить качество новых дорог уже смогли и жители Куксусского района. 47 внутрипоселковых улиц отремонтированы в этом году по дорожной карте занятости. Ещё на 11 идёт капитальный ремонт. На средний и текущий ремонт дорог по Куксусскому району в рамках программы «Дорожная карта занятости» выделено 1 миллиард 42 миллиона тенге. Из них 58 улиц делается в данный момент. Из них 11 улиц в данный момент реализуются. Остальные улицы закончены. В рамках проекта через центры занятости устроено 60 человек на временные работы. В данный момент ведутся работы по среднему ремонту. В общем, по проекту были сделаны работы по среднему и текущий ремонт дорог, и текущий ремонт тротуара. Кроме дорог, сельчан обрадовал и ремонт социальных объектов. Так, к примеру, жители села Жамбыл теперь смогут массово заняться спортом. На территории местной школы появилась спортивная площадка, пользоваться которой могут все желающие. Еще 15 социально важных проектов уже завершены в Куксусском районе. В целом же в рамках госпрограммы запланирована реализация 33 объектов. В селе Жамбыл на спортивную площадку было выделено более 12,5 миллионов тенге. Для наших детей этот спортивный объект – настоящая радость, так как подобного у нас в селе не было. Здесь можно играть в футбол и ночью. Проектом было предусмотрено освещение. Напомню, в Алматинской области на реализацию программы «Дорожная карта занятости» выделено более 105 миллиардов тенге. На эти средства в регионе реализуется 1051 проект. Алексей Цоя, Блэй Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ. У жителей поселка Акши Алакольского района спустя десятки лет ожиданий, наконец, появится питьевая вода и канализация. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по укладке водопроводных сетей. На благие цели было выделено почти 2 миллиарда тенге. О том, как продвигаются дела с водоснабжением в прибрежном поселке, узнавала Адина Смогулова. Благодаря туристической привлекательности озера Алаколь в прибрежном поселке Акши стремительно развивается инфраструктура. Новый амфитеатр. Отремонтированы с нуля школы, детсады и дом культуры. Приведены в порядок дороги и освещение. Единственной загвоздкой в благоустройстве прибрежной зоны было отсутствие питьевой воды. В детстве я думал, что как только вырасту, перееду в более благоустроенный регион. Здесь не было никаких условий для нормального проживания. А теперь, когда на наш поселок обратили внимание, все изменилось. Сам я тоже прокладываю здесь трубы и очень рад, что в скором времени мы сможем обеспечить население водой. Мы проводим водопроводные трубы протяжённостью 53 километра. 70-80% работы уже завершено. К августу следующего года мы уже планируем провести здесь воду. Логически, если будет вода, должна быть и система её очистки и канализации. По расчётам проектировщиков, система в посёлке Акши должна быть более 70 километров. Запланированный срок завершения её строительства – сентябрь 2021 года. На сегодняшний день подготовлено около 40 километров траншей, уложено более 20 километров трубопровода. Существует ещё проект второго этапа, где все вот эти сточные воды, ради чего мы здесь строим сейчас, должны где-то перерабатываться. Это так называемый комплекс очистных сооружений. На сегодняшний день проект находится в экспертизе. Восемь насосных станций здесь будет, всё будет перекачиваться прямо в очистные сооружения. На улучшение качества и уровня жизни сельчан оказала положительное влияние дорожная карта занятости. Подобно системе водопровода и канализации, в аулах начали строительство и реконструкцию множества объектов культуры – образования, здравоохранения и в целом благоустройства, что послужило созданию новых рабочих мест. Только из числа жителей посёлка Акши работу обрели 55 человек. Адина Смогулова, Гульжанат Макулжанова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Последний герой. В 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной Сембеку Кожа Ахметову. На сегодня он – единственный живущий в Памфиловском районе живой свидетель окненных лет. Уроженец села Конрулен сегодня ветеран живёт в селе Коктал. Особые заслуги ветерана как в годы войны, так и его ратный труд в послевоенные годы земляки особенно ценили всегда. Ежегодно к Дню Победы и в День Рождения Аксакала навещают земляки. Вот и в этот раз бойца Великой Победы с Днём Рождения поздравил Аким района. Почётная грамота и традиционный шапан – это лишь самая малая часть того уважения и почитания, которые выражают Сембеку Ата, его земляки и соотечественники. Почётный юбиляр – свидетель двух войн, призванный на фронт в 1942 году. Он участвовал в знаменитой Сталинградской битве и обороне Ленинграда. А в 1945 году стал участником войны с Японией. Домой ветеран вернулся лишь в 1951-м и с того момента оберегал покой мирных граждан службой в системе внутренних дел. Воспитавший девятерых детей, 31 внука и шестерых правнуков, доблестный старец выразил благодарность за поздравления и благословил соотечественников на созидание и благополучную жизнь. Конечно же, всем последующим поколениям я желаю мирной жизни без войны. Война – это разрушение, это смерть, это горе. Пусть это никогда не повторяется на земле. Пусть будет созидание, благополучие, процветание и мир. Чтобы помнили, в честь 75-летия Великой Победы и 25-летия АНК в Доме дружбы города Талткурган прошел вечер памяти ветерана войны Леонида Гирша. Почетный член ассамблеи ушел из жизни этим летом. В рамках встречи состоялась презентация последней книги, над которой он работал в последние годы. Все подробности в материале нашего корреспондента. «Эхо далекой войны» – двухтомник, в который вошли сочинения, проза и стихи различных авторов. Составителями книг, изданных к 75-летию Великой Победы, стали журналисты Елена Брусиловская и Людмила Мананикова. Идея создания такого сборника принадлежала ветерану войны, почетному члену ассамблеи народа Казахстана Леониду Юзефовичу Гиршу. По мнению участников презентации книги, ее издание имеет огромное значение для истории и будущих поколений. «Там собрано все о войне. Война – это было тяжелое испытание для страны и, естественно, для людей. То есть потери людские, которые невосполнимы, они были огромны. Вот в этом сборнике как раз об этом пишутся. Мы должны, читая эти книги нашим детям и внукам, показывать, что в войне мы защищали свою землю, свое Отечество. Мы ни на кого никогда не нападали». Леонид Гирш – полковник, почетный гражданин Алма-Атинской области, член ассамблеи народа Казахстана со дня ее основания, кавалер Ордена Красной Звезды и еще четырех орденов и 37 медалей. Он прошел войну с самого начала и до конца. В этом году его не стало. Участники встречи почтили минутой молчания память ветерана. Для многих из них он был не просто знакомым, а другом, человеком, который служил примером во всем. «Он всегда был очень интересным собеседником. Его истории, воспоминания, его мнения по любому поводу можно было слушать часами. Сколько стихов он знал наизусть. Но вот больше всего меня всегда поражало его необычное, необычайное такое жизнелюбие, его активная жизненная позиция. Ему вот в хорошем смысле слова было до всего дела. Он интересовался и политикой, и культурой, и историей». «Вообще очень сильный человек. Разговоров нет. Это мероприятие, которое сегодня проводится, очень умно, очень хорошо. А кого еще вспоминать, если нет таких людей, как он?» Леонид Гирш написал немало стихотворений и рассказов. За свою творческую жизнь он издал более десятка книг. Многие из них посвящены военной тематике. В рамках встречи состоялась выставка его сборников, показан документальный фильм, а также прозвучали музыкальные композиции о войне, в числе которых песня, написанная на стихи Леонида Юзефовича «Прохладные травы». По словам организаторов, презентация двухтомника, изданного в честь 75-летия Победы, в первую очередь была проведена в Алма-Атинской области. Теперь подобная встреча будет организована на республиканском уровне. Ведь истории своего народа должны помнить потомки. Надежда Белова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Итоги деятельности за 2020 год были подведены сегодня Советом матерей при АНК Алма-Атинской области. В связи с пандемией прошло онлайн-заседание. Стоит отметить, что в этом году это уже 18-е собрание совета, которое организуется в дистанционном формате. Данная организация создана в области 8 лет назад. За то время значительно увеличился состав совета. Сегодня в него входят более тысячи женщин со всех районов края ЖТСУ. Участники онлайн-собрания читались о проделанной работе и поделились планами на будущее. В целом в области реализуется 9 масштабных проектов. В регионах созданы школы молодых семей, родителей, а также школы одиноких матерей. С помощью медиаторов разрешаются семейные конфликты. В этом году в условиях пандемии частично в онлайн-формате были проведены конкурсы молодых семей, семинары, форумы, а также опрос среди жителей сельских округов, по итогам которого выбраны лучшие председатели районных советов матерей. Советы матерей работают в каждом селе. Каждая улица должна иметь свою маму. Эта мама должна следить за порядком этой улицы, помогать молодым. Вот об этом мы сегодня говорили. И сегодня мы как раз и награждали тех победителей матерей сельского округа. В целом я благодарна всем женщинам, членам Совета матерей. Они делают все возможное, чтобы сохранить молодые семьи, помочь им, так как они прекрасно понимают, что сила нашего государства именно находится в этих молодых семьях. Казахстанцы устроили пикет у Генконсульства США в Алматы. Они требуют запретить в США показ фильма «Бурат» и «Бурат-2», передается Конкий Зет. У Генконсульства США собралось около 20 активистов. На плакатах, которые они принесли, написано «Чья бы корова мычала». Пусть прекратят оскорблять казахов, живущих в Соединенных Штатах и т.д. Собравшиеся положили героя фильма «Бурат» в гроб и укрыли флагом США. Они потребовали похоронить Бурата в США. Активисты подписали петицию и потребовали, чтобы письмо приняли сотрудники Генконсульства. Однако к ним никто не вышел. В ответ собравшиеся стали скандировать «Америка, позор». Собравшиеся сообщили, что будут стоять у здания до тех пор, пока у них не примут петицию. Сделал подкоп, разломал стену. В Таразе преступник украл ювелирных украшений на 25 миллионов тенге. Грабитель оказался с репутацией. Его уже два года искали по всему миру. Подкоп в ювелирный салон в центре Тараза 49-летний мужчина спланировал заранее. Долго копал из подвала. Об одну из ночей разбил оставшуюся стенку и вынес из салона почти все золото. Вернуть похищенное хозяевам не удастся. Изделия вор переплавил в слитки. И по ним сейчас назначена экспертиза. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тараза задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый житель Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Угрожал ножом. Мужчина напал на женщину в подъезде в Павлодаре. Преступника задержали. Ограбление попало на камеру, сообщает закон КИЗ. На кадрах видно, как женщина стоит у лифта. К ней подходит мужчина в куртке с надетым на голову капюшоном. Через пару мгновений он выхватывает нож, замахивается. Женщина в испуге закрывается рукой, отступает в сторону. Нападающий забирает у нее из рук два пакета и уходит. Женщина идет за ним, что-то говоря. Мужчина вновь ей угрожает ножом, но позже уходит. Преступником оказался 35-летний Павлодарец. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления. По результатам медицинского освидетельствования, славомышленник был в алкогольном опьянении средней степени. Говорится в сообщении пресс-службы МВД РК. Бюджет здравоохранения Алматинской области в этом году пополнен на 8 миллиардов тенге. Благодаря внедрению системы обязательного медицинского страхования. В результате он составил 124 миллиарда тенге. Такие итоги 9 месяцев текущего года подвело сегодня руководство Фонда социального медстрахования. Вплотную данная система начала работать с 1 января текущего года. Сопланированная работа уже сегодня выполнена на 92%. По поручению главы государства в этом году через фонд были выделены средства на борьбу с коронавирусом. В частности, 4 миллиарда 700 миллионов пошли на выплату надбавок медицинским работникам. Более 3 миллиардов тенге выплачено на стационарное лечение пациентов. Около полутора миллиарда составили ПЦР-исследования. Эти услуги вошли в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи. Стоит отметить, что сегодня около 50% населения области входят в число 15 льготных категорий граждан, получающих полный объем медицинской помощи за счет государства. Остальное население обязательно должно быть состраховано. Так, по итогам 9 месяцев, 73% жителей Алматинской области, не входящих в льготные категории, являются участниками социального медицинского страхования. До конца года планируется довести этот показатель до 90%. Для этого в регионе ведется большая разъяснительная работа. Как вы знаете, до 1 июля был льготный период. Были все наши граждане условно застрахованными. И по окончанию льготного периода у нас сейчас количество незастрахованных лиц по нашей области составляет 488 тысяч человек. То есть, пользуясь случаем, мы призываем граждан нашей области быть застрахованным. То есть, что это дает? Это все плановые операции, все консультации узких специалистов, все обследования, дорогостоящие услуги в рамках пакета ОСМС будет доступно. Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что гарантированная бесплатная медицинская помощь остается в таком же объеме. Будущее в руках молодежи. В Игурском районе состоялся волонтерский форум, организованный в рамках 25-летия Ассамблеи народа Казахстана. В нем приняла участие активная молодежь из имбекши-казахского, Игурского, Памфиловского и Ильисского районов. На протяжении двух дней волонтеров ожидали спортивные мероприятия на свежем воздухе, семинары и увлекательные тренинги. Своим опытом в сфере волонтерской деятельности поделились местные и приглашенные спикеры, профессиональные медиаторы и бизнес-тренеры, а также специалист управления по делам религии Алматинской области Айдоси Гембай. В свою очередь участники форума поблагодарили организаторов и заверили, что будут продолжать благотворительную деятельность. В завершении двухдневного форума ряд районных активистов был отмечен благодарственными письмами. Я хочу сказать большое спасибо организаторам, потому что на самом деле мне очень нравится, что наша работа как волонтеров, как молодежи ресурсных центров оценена по достоинству, потому что на самом деле молодежь рвется вперед. Мы знаем много случаев, когда какие-то очень отличные идеи были реализованы за счет того, что нам помогает в данном случае вот такая вот организация, такого хорошего праздника. Очень весело и продуктивно. С ребятами, командой, нашим клубом мы оказываем все, что мы можем сделать. Мы пытаемся помочь как людям, так в принципе и государству, потому что мы должны быть вместе, и наша помощь – это небольшой вклад от каждого человека. В итоге в масштабах страны это очень сильная помощь. Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле вооруженными силами Армении города Барда, расположенного на Карабахской равнине в 260 километрах от Баку. Сообщается об убитых, среди которых есть ребенок, раненых и разрушенной инфраструктуре. Армения сразу же опровергла свою причастность к обстрелу. В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль более 10 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанское министерство обороны также обнародовало видеозапись авиаударов по предполагаемым армянским целям. Общенациональный карантин с полуночи, пятницы и до 1 декабря вводят французские власти в связи с резким скачком эпидемии. Об этом объявил в среду вечером президент республики в специальном телеобращении. Граждан просят оставаться дома, покидая его лишь для закупок первой необходимости работы и посещения близких. В отличие от весеннего карантина, детские сады и школы останутся открытыми. Студентам университетов будет предложено по возможности перейти на дистанционное обучение. Будут также открыты дома престарелых, чтобы посещать родственников при строгом соблюдении санитарных мер. Рестораны и бары, торговые точки, не попадающие в список первой необходимости, закроют. Иран ведет строительство ядерного объекта в центре страны в городе Натанзе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в среду. Речь идет о подземном заводе по сборке центрифуг для обогащения урана. В июле подобный наземный объект был разрушен из-за пожара. Тегеран назвал инцидент саботажем. В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что осведомлены иранскими властями о строительстве завода. Дополним, в мае 2018 года Вашингтон вышел из сделки с Тегераном по инициативе Дональда Трампа. Его конкурент на выборах президента США Джо Байден выражает готовность вернуться к ядерному соглашению. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин